И мы с вами также будем в этот день обращаться к Господу в молитве. Сегодня, видите, хора нет. Сегодня хора нет. Сегодня ответственность за прославление будем нести мы с вами. В общем, пением, да? Будем славить Господа, поэтому готовьтесь, чтобы готовы были сердца. Как Псаломоперец сказал, готово сердце мое, да? Буду петь и прославлять Господа. Поэтому, чтобы и наши сердца были готовы, по разным причинам у нас, может быть, это неготовность, да? Но мы понимаем, что Бог силен приготовить, вдохновить, наполнить, чтобы мы могли поклоняться Ему и славить Его не просто от нашего ума, но и нашим сердцем. И сегодня традиционно в России отмечается такое событие из жизни Иисуса Христа, это Его крещение, да? Все знают. Ну, обычно это, значит, народ понимает, надо какую-то идти прорубь долбить, там священник освящает, там все набирают воды, там и она имеет какое-то целебное свойство, да? Но об этом Слове Божьем не написано, не написано. Но я прочитаю то, что написано относительно этого события, которое отмечается сегодня в России. Не знаю, может быть, и в других странах тоже. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, 3 глава, 6 стиха. Речь идет об Иоанне Крестителе. И крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к Нему креститься, сказал им, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе, Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Уже из секира при корне деревь лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. А солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, Мне надо б накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне? Но Иисус сказал Ему в ответ, Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И мы видим, что прежде чем Христос был явлен, явлен этому миру, и прежде всего Он пришел к народу израильскому, то прежде этого вышел Иоанн креститель на служение. И мы прочитали, что он преподавал такое водное крещение, где люди могли исповедать свои грехи и приготовить путь Господу, как Слово Божие говорило через пророка в Ветхом Завете. И это было крещение покаяния, когда люди каялись в грехах, и для того, чтобы явлено было спасение через служение Иисуса Христа. И вот крещение Иисуса Христа – это Его выход на служение. До этого момента мы видим, что Он не нес это служение проповеди Евангелия. Служение нес Иоанн креститель, чтобы приготовить сердца народа. И вот с этого момента, с момента крещения у Иоанна крестителя, мы видим, Иисус Христос выходит на служение. И апостол Петр в своем послании, также обращаясь к народу Божьему, говорит о водном крещении такие слова. Петр в своем послании, это первое послание Петра. Так, где-то я потерялся. Помню, какой стих, не помню, какая глава. Третья, двадцать, ага, хорошо, все. Третья глава, двадцать первый стих. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. И мы видим, что сегодня также люди принимают водное крещение, но уже не крещение покаяния, а уже крещение как посвящение, служение Богу. И здесь написано обещание этой доброй совести. И мы будем молиться, чтобы Бог благословил нас, те, которые приняли это и дали Богу это обещание, чтобы это обещание сохранить нам, нам необходима эта благодать, друзья. А те, которые еще не дали такого обещания, то им необходима также благодать Божия для того, чтобы возрасти и в свое время дать обещание Богу, чтобы выйти на это служение Богу. И бывает, что человек, когда пришел в церковь, он нуждается, чтобы ему служили. Кто служит? Члены церкви. А когда приходит момент выхода на служение, то уже не ему служат, а уже он несет ответственность перед Богом и несет это служение, чтобы служить другим людям той любовью, которой Бог послужил однажды через Иисуса Христа всем нам. Поэтому мы будем молиться и нуждаться в этой благодати, чтобы Бог на этом месте благословил нас, чтобы нам нести это служение во имя Иисуса Христа. Аминь. О, Иисус, приди в мой дом, такой тебе знакомый. Мы сядем ужинать вдвоем, утихнут сердца стоны. Пусть будет вьюга за окном бросать пригоршни снега, а мне живой поток любви опять прольется с неба. Я расскажу тебе в тиши о самом сокровенном. Нет больше счастья для души, твоим питаться хлебом, и ты опять, как много раз, своим теплом укроешь, простишь, поймешь, и в трудный час мне сердце успокоишь. Пусть за окном метель метет, ночь темнотой пугает. Мы сядем ужинать вдвоем, и боль в душе растает, и будет тихо до утра беседа нашей лица. Прийти, Иисус, и, как всегда, вновь радость обновиться. Голгофа — это место для распятия, стоят на ней готовых три креста. земля дрожит и ужасом объята, а ма стинает, плача и скорбя. Он видел в своей матери слезы, но в этот час не смог к ней подойти. Он утешал других, а мать не может лишь потому, чтобы меня спасти. Он утешал других, а мать не может лишь потому, чтобы меня спасти. Иисус, скажи, зачем ты так страдаешь? Легко тебе уйти от этих мук. Ты посмотри, как мать твоя рыдает, и солнце потемнело из-за туч. Он видел в своей матери слезы, но в этот час не смог к ней подойти. Он утешал других, а мать не может. Лишь потому, чтобы меня спасти. Он утешал других, а мать не может лишь потому, чтобы меня спасти. Не от того, что не было в Нем силы, не от того, прибили, что кресту, а от того, что люди бы погибли. И не было святого никого. он видел в своей матери слезы, но в этот час не смог к ней подойти. Он утешал других, а мать не может лишь потому, чтобы меня спасти. Он утешал других, а мать не может лишь потому, чтобы тебя спасти. слава нашему Господу Иисусу Христу. Это великая милость Божья, что мы сегодня собрались на этом месте. Мы трудимся, служение милосердия у нас, посещаем людей вот этих бездомных. Знаете, вчера опять были, так размышляли, потом после. Вот смотришь на этих людей и понимаешь, что многие из них, они вот такие, у них внешность такая, знаете, заживую, многие разлагаются, вот, и смотришь на них и думаешь так вот. Многие из них не хотят эту жизнь поменять вот на нашу, допустим, на нормальную жизнь такую вот. Многие из них даже, знаете, я думаю, смотрят на людей, которые проезжают мимо на дорогих машинах и они не хотят на ихнюю жизнь поменять свою жизнь. Вот их все устраивает, они так живут, знаете. И мы должны с вами быть благодарны Господу, что нам Господь дал, что мы сегодня с вами находимся на этом месте. Но еще с вами больше мы должны быть благодарны Господу, что мы с вами были ничем не лучше этих людей. Мы были такие же. Может быть, наши лица, они были не такие, одежды наши были не такие, но сердца наши, они были тоже поражены этой проказой греха. И мы с вами тоже погибали. Но Иисус Христос, мы знаем, что Он даровал нам спасение. И многие люди, они могут думать, ну где же эта любовь Божия? Даже верующие люди так вот бывает начинают сомневаться, где эта любовь? В моей жизни такие вот испытания, трудности там, болезни, там еще что-то, там денег нету, может быть, с работой плохо. И где же эта любовь Божия? Но мы знаем, как доказал Иисус Христос свою любовь. Он доказал тем, что Он пришел на эту землю. Бог доказал свою любовь тем, что отдал Сына Своего, Единородного Иисуса Христа, который пришел на эту землю и который нам с вами даровал спасение, освободил нас с вами. Это не наша заслуга, что мы сегодня на этом месте. И за это мы с вами всегда должны быть Господу благодарны. Скажем, слава Иисусу Христу. Я очень люблю одно место. Это из Евангелия от Матфея. Первая глава. Это здесь говорится в этом месте о Рождестве Иисуса Христа. Первая глава. 21 стих я прочитаю. Это когда ангел явился Иосифу. Иосифу. И сказал такие слова. 21 стих. Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Мне очень нравится вот эта вот вторая часть стиха. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. И мы с вами сегодня понимаем, что мы все хотим быть своими Иисусу Христу. Правильно? Все же хотим быть своими Иисусу Христу. И вот Господь говорит, что Бог говорит, ибо Он спасет людей своих от грехов их. И мы с вами понимаем, что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы своим людям, как мы читаем, дать спасение, освободить прежде всего их, своих людей, от грехов их. И в этом Господь, Он нам очень хороший союзник, Он нам очень хороший союзник, Он помогает нам в этом, в том, чтобы мы с вами могли еще освящаться, чтобы сердца наши еще становились чище, лучше становились, свободнее от всего, что нам мешает. То есть вот эти грехи, которые, может быть, в нашей жизни, они присутствовали, которые еще сегодня, может быть, есть, какие-то наши привычки, наклонности, но от всего этого Господь нас спасает с вами. Он пришел, и Он уже спас, но Он еще сегодня совершает этот труд. И Он нам союзник в этом деле, в деле спасения нашего, Он нам помогает в этом. И если так вот пример такой привести, вот когда была Вторая мировая война, и СССР, она была когда одна, вот все очень плохо было так вот. И вокруг вот эта Германия была, там у нее были союзники, и они так вот, ну, СССРу тяжело было, терпела поражение, во многих там местах терпела поражение. И вот когда открылся Второй фронт, то есть союзники стали помогать СССР, вот тогда как-то, ну, вздохнули свободнее, вот наша страна, народ наш, что как-то полегче стало. И тогда пришла победа, они сражались за свободу, и пришла победа. И вот союзники, союзники помогли. И вот Иисус Христос, Он нам тоже очень хороший союзник в том, чтобы помочь нам с вами, чтобы нас с вами благословить. Мы много воевали сами с собой, вот в этой жизни, когда мы жили, сами с собой. Мы начинали новую жизнь там с понедельника не раз, с Нового года начинали, вот эту новую жизнь. Бросали курить, бросали пить, еще что-то там бросали, бросали многое то, что нам мешало. Но все это было временно, нам как бы трудно было с этим бороться. И это приходило снова в нашу жизнь, и снова начиналось это все. И мы с вами знаем, что людям много дано. Люди могут там накачать мышцы свои, люди могут научиться прыгать там выше всех, или, может быть, еще чем-то заниматься, изменить внешность даже свои люди могут. Но вот изменить сердце ни одному не дано. Люди могут стараться это сделать, но ни одному не дано. И вот Иисус Христос, Он пришел на эту землю. Для чего? Чтобы спасти людей своих от грехов их. Это прежде всего. Он не пришел сюда, на эту землю, чтобы как-то изменить наши жизни, может быть, в материальном плане, в лучшую сторону. Это все придет. Это благословение мы с вами переживаем, это есть. Но прежде всего, Слово Божие говорит, что Господь пришел на эту землю, чтобы дать нам свободу от грехов наших. Слава Иисусу Христу. И вот в этом Он нам союзник. И в книге Якова, послание Якова, 1 глава, 18 стих. Такие слова. Говорится об Иисусе Христе, о Боге. 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Слово Божие говорит, что Бог, восхотев, родил нас словом истины. Вот это желание появилось в сердце Бога, чтобы нас с вами возродить, родить этим словом истины, чтобы мы были с вами живы для Бога, чтобы сегодня мы с вами могли славить Бога, прославлять Его жизнью, делами своими, словами. И Господь это сделал в нашей жизни. Слово Божие говорит, восхотев. Вот если Он что-то восхотел, как думаете, Он доведет это до конца? Он же не как мы люди. Вот за что-то возьмемся, так начинаем делать, делать, у нас не получается. Мы бросаем там, начинаем другим чем-то заниматься. Бог, Он не такой. Бог, если за что-то взялся, Он это доведет до конца. Но для этого тоже что-то надо с нашей стороны. Так ведь? Я зачитаю 2-е послание Коринфянам, 5-я глава, 17-й стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. И вот Господь вошел в наше сердце, и сегодня Он творит в наших сердцах все новое. И мы с вами должны Ему в этом помочь. Как вот проповедовал брат Саша недавно, что вот этот камень отвалить. Есть то, что делает Господь, но есть то, что делаем мы с вами. И кроме нас это никто не сделает. Отворить вот этот камень должны мы с вами, с нашего сердца убрать. И Господь, Он очень хочет, чтобы мы с вами сегодня могли Ему помочь в этом. Мы сами с вами знаем все вот эти наши какие-то недостатки. Все, что препятствует нам сегодня с вами идти за Господом. Все, что может быть где-то охлаждает наш дух. Мы видим это в нашей жизни. Все, что мешает нам с вами сегодня искать Господа. Это может быть хоть что. Это может быть работа. Это может быть компьютер. Это может быть телевизор. Это может быть хоть что. Все, чему мы уделяем сегодня время и видим, что это нас отдаляет от Господа. Что наша духовная жизнь, она становится как-то слабее. Мы меньше ищем Господа. Вот это оно мешает. Это и есть тот камень, который сегодня может мешать нам. Мешает Господу делать в нас вот это дело. чтобы, как написано, что древнее прошло, теперь все новое, что Господь хочет новое творить. Это могут быть какие-то обиды, которые тоже мешают Господу сегодня совершать этот труд в наших сердцах. Это может быть какое-то неверие, уныние какое-то, которое может быть в сердцах наших, но есть Тот, Кому мы можем принести все эти наши трудности, все эти наши заботы. Это наш Господь Иисус Христос, Который пришел на эту землю. Для чего? Для того, чтобы освободить людей своих от грехов их. И вот многое зависит от нашего желания, от нашего стремления. Я когда учился в колледже на Украине, знаете, там я уже, может, рассказывал, свидетельствовал об этом, но это для меня такое большое свидетельство было, то, что Господь сделал в моей жизни. Я когда туда поехал, и вот там был целый месяц, то, что я мог находиться в этой духовной атмосфере, братья, мы молились там, нуждались в Господе, братья преподавали нам это учение. И знаете, Господь, когда начал освещать и показывать, где мы еще не таковые, вот, я вот увидел это действие, когда во время служения кто-то из братьев мог встать и сказать, братья, простите меня, я там здесь вот еще, ну, как бы вот так вот поступил, не так, и здесь не так поступил. И я увидел, что братья так делают, как-то вот мне тяжело было тоже встать и сказать братьям о том, что в моем сердце происходит, что где-то, может быть, я превозношусь. Это никто не видит, может быть, но это в сердце, глубоко в сердце, это сегодня может быть. Может быть, это превозношение, может быть, это гордость, может быть, это еще что-то, какая-то обида на кого-то, мы можем не показывать виду, но это может быть в сердце нашем. Я увидел это в своем сердце, и у меня такое было побуждение встать и сказать. Но знаете, это было очень тяжело сказать братьям, что я над вами превозношусь. Это было очень тяжело. И знаете, я все-таки встал, Бог дал силы, я встал и сказал об этом. И я увидел в своей жизни, что чем труднее нам сказать прости кому-то, ближним своим, может быть, жене, мужу, братьям, сестрам, чем труднее и сложнее сказать прости, если мы скажем, переступим через себя, тем Господь больше может в нашем сердце сделать, тем Он больше может в нашем сердце произвести. Я разговаривал с женой по телефону оттуда, с Украины. Я ей, ну как бы так, шутка, конечно, была такая. Вот, я говорю, пока Господь не изменит моего сердца, я не приеду. Но это было мое состояние сердца такое, это была моя нужда. Я приехал бы, конечно, даже если бы ничего не произошло, но я очень хотел, чтобы Господь изменил мое сердце. И знаете, вот это желание Господь, наверное, увидел, не наверное, а Он увидел, и Он стал как-то освещать. Однажды я помню, когда я сидел у себя, там вот у нас комнатки были такие, там у нас жил человек по 12 где-то. Вот я сидел в комнате, и пришел брат один. Этот брат, он совсем недавно уверовал. Он только вот недавно освободился с мест заключений, уверовал. Он моложе меня был и физически так моложе меня, ему лет 20 небольшим было. Ну вот и духовно моложе, как бы я так на него посмотрел. Он вошел и начал, как мне показалось, меня учить. Меня учить. А у меня в сердце, знаете, чем он больше, как мне казалось, меня учит, тем у меня больше в сердце вот так вот все, знаете, вот так вот все было. И я терпел, 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 но пришел тот момент, когда я уже не смог терпеть. Я уже просто ему сказал все, что думаю, хотя я понимал, что я делаю неправильно, но уже меня трудно было себя остановить. Это, знаете, бывает как? Вот когда мы, допустим, ну хозяйка там или кто-то из нас может варить суп. Вот то, что мы в суп ложим, да, вот когда будет, доведем до кипения и будет выкипать. Вот то, что есть в этой кастрюле, оно то и будет оттуда. Правильно? Если мы туда ложили картошку, то картошка будет, а но яблоки оттуда не полезут. Вот. И также оно, наверное, в этот момент было у меня. Вот то, что было в этот момент, когда пришла вот эта вот ситуация в моей жизни, вот оно то и полезло все это. Я увидел, что я неправильно поступаю. Было очень тяжело, знаете. Но, тем не менее, я понял, что есть один только путь. Если я хочу двигаться вперед, есть только один путь. Я должен в этом помочь Господу. Господь недаром допускает все ситуации в нашей жизни. Он и сегодня что-то может допускать в нашей жизни, в твоей жизни может допускать это. И это для чего? Для нашего благословения. Мы можем унывать, что я еще здесь не таков, что я здесь не смог устоять, я здесь еще раздражился. Но Господь это дает нам для чего? Это может послужить к нашему благословению, а может послужить еще для нашего урона, если мы неправильно к этому отнесемся. Я, знаете, как бы так приобнял этого брата, говорю, брат, пойдем. Там были другие братья. Мы ушли с ним в другую комнату. Я ему сказал все, что я думал в тот момент. Я ему сказал, прости, это было трудно сказать. Мы с ним встали на колени и помолились. И знаете, Бог что-то менял. Вот все это время Бог что-то менял. И когда я приехал оттуда с Украины, это жена мне сказала. Вот ее сегодня нету здесь на этом месте, она на работе. Она мне сама сказала, Бог тебя изменил. И это сделал Бог, это делает Бог, знаете. Я говорю сейчас именно потому, что я такой какой-то особенный. Это делает Бог сегодня в нашей жизни. О чем я хочу сказать? О том, что мы с вами должны быть союзниками Господу в этом деле. Мы с вами сегодня должны отвалить этот камень от своих сердец. Господь, Он пришел на эту землю для того, чтобы нам с вами дать эту свободу. Я зачитаю заключение к посланию к эфесянам с 3 главы. Это апостол Павел, он когда преподавал в Ефесской церкви какое-то назидание, вот он молитву говорит свою. С 14 стиха я зачитаю. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божию. И вот воля Божия такова, чтобы мы сегодня могли с вами и завтра, и послезавтра быть исполнены всею полнотой Божию. Но выше Слово Божие говорит, что верою вселиться Христу в сердца ваши. Чьей верою? Чьей верою? Нашей верою. Это наша с вами вера. Это наша вера во всех этих обстоятельствах жизни, когда это приходит в свою и мою жизнь. Верую, что это послано от Господа. Для чего? Чтобы я мог сегодня правильно поступить, чтобы я мог сегодня помочь, помочь Господу отвалить этот камень от моего сердца. И тогда Господь придет. И тогда вот эта полнота Божия, она будет входить в наше сердце. И сердца наши будут расширены. И сердца наши будут благословенны. И мы с вами будем благословенны. И это благословение будет приходить в нашу жизнь. И это благословение будет сопровождать нас в материальной жизни. Это благословение будет сопровождать нас в любой сфере нашей жизни. В одном только случае. Если мы с вами будем прежде всего искать Царствие Божие, А остальное, все, что необходимо, оно приложится к каждому из нас. Слава Иисусу Христу! И я хотел бы вместе с вами сегодня помолиться, чтобы мы сегодня воззвали Господу и сказали, Господи, Ты видишь мое сердце? Я во многом не таков. У меня много сегодня недостатков, у меня много трудностей. Мне тяжело сегодня, Господи, открыть свое сердце для Тебя. Но я прошу Тебя, Ты помоги мне в этом. Ты войди в мое сердце. Ты, Господи, еще и еще сотвори эту святую обитель. Твори все новое в моем сердце. Слава Иисусу Христу! Аминь! Знаете, я вначале зачитал о трех крещениях. Первое крещение – это крещение покаяния. И для того, чтобы Христос мог быть явлен и войти, то есть вот это спасение, как уже говорил Леша, Он спасет людей своих от грехов их. Это не какие-то, знаете, привилегированные люди, да? Там у них много денег, или они чем-то отличаются от обычных людей. Это самые обыкновенные люди. Они стали свои. Почему? Потому что они согласились с волей Божьей. И как Бог говорит в своем слове, они так согласны поступать, и они стали своими через доверие Богу. Слава Господу! Друзья, и вот смотрите, если человек не совершит покаяния, ну, наверное, откровение было уже к верующим людям сказано, то те верующие, которые, может, и желали, думают, о, благодать действует, все, я тоже хочу, но ничего не получается. И ты можешь хоть рваться, иметь огромное желание исполниться Духом Святым, у тебя ничего не получится, если есть какие-то вещи, которые нужно просто признать, признать пред Богом, сказать, Господи, прости, я там обидел жену, я обидела мужа, я была непослушная, я сделал то-то, да, и еще что-то. Нужно просмотреть себя. И когда мы вот это крещение покаяния прошли, тогда путь Господу свободный, и тогда Он будет крестить Духом Святым. Что значит? Погружать в Дух Святой, вот в эту благодать, о которой было уже сказано. Для чего? Для чего Он нас погружает? Чтобы мы как губка могли напитаться Богом. Бог не будет нас погружать в Свою благодать, если мы имеем, так скажем, что-то греховное, какие-то связи. Если мы не раскаялись, не осветились, не покаялись в чем-то, друзья, Он нас погружать в Дух Святой не будет. Это я могу, ну, как бы сказать, сказать аминь на это даже. Однозначно не будет. Но когда сосуд приготовленный, освященный, вот тогда Бог помещает его в Дух Святой, и Он начинает пропитываться этой благодатью. Как было уже сказано, Он начинает сиять. Он начинает вот эти качества Бога отображать в себе. Друзья, почему Он начинает это делать? А потому что Бог вселяется в него своей благодатью. Слава Господу! Друзья, вот для этого у нас Бог и предназначил, чтобы быть этими сосудами, которые Он будет погружать, чтобы мы могли наполняться Богом, и мы, чтобы отображали Его совершенство, Его славу, друзья. Для этого Бог призвал вот этих своих через благовествование, через Своё Слово, через проповедников, в Ветхом Завете, через пророков Бог призывал для того, чтобы действительно это был особенный народ, который бы отображал славу Бога, друзья. И к этому нас призвал Господь через Иисуса Христа. Слава Господу! Поэтому очень важно, это уже о тех, которые не оторвались, чтобы они могли покаяться, увидеть себя. А другой момент, друзья, о тех, которые не плавают в этой воде. Не плавают. Знаете, в пятницу же тоже мы говорили об этом, да? В пятницу проповедь об этом была, да? Значит, а потоки из-под храма, вот, и, значит, там три уровня было, да? Значит, до плавания. Лодыжка, по колено, да? По пояс. Вот. А четвертый уровень, это уже там невозможно идти. Там нужно только плыть. Друзья, и мы видим, что Бог нам предлагает в Своей благодати что? Новый способ передвижения. Это только плавание. Это когда мы оторваны от земли, наши ноги не стоят на земле. Мы не ходим видением своих очей, по своему разуму, или по образу мира сего, как люди привыкли поступать. Мы плаваем. Мы плаваем в благодати, мы движемся в благодати, а для этого нужна вера. Когда у тебя еще ноги чувствуют землю, это не вера. Когда ты на земное опираешься, это не вера. Вера, когда ты оторвался от земного и поплыл. И самое интересное, что ты не тонешь. Тебя не тянет земля, тебя этот поток увлекает, и ты находишься в этом потоке. Слава Господу! Друзья, а здесь нужно доверие. И те, которые освященные, и у них нет преград, то нужно заходить не по лодыжку, не по колено, не по пояс, а полностью доверяться Богу. И через это мы верой, полной верой, мы принимаем полноту благодати Божией. Слава Господу! И это нам помогает двигаться в этом мире. И апостол Павел говорит, мы ходим не в видение, мы ходим верою. Мы ходим не потому, что смотрим на эти обстоятельства и принимаем, анализируем какие-то решения. Нет. А мы ходим потому, что мы имеем Слово Божие, и мы ориентируемся Словом Божиим, независимо, какие у нас сегодня обстоятельства, благоприятные или неблагоприятные. А мы руководствуемся Словом Божиим, мы ходим верою. Мы доверяем этому Слову. Это Слово Божие, которым устроена вся Вселенная. И этим Словом Бог руководит нас в этой жизни. И Он хочет, чтобы мы вот так двигались в этом греховном мире. Это новый способ перемещения для нас. Потому что мы по природе, нам свойственно ходить ногами, да? А здесь надо плавать. Здесь ноги участвуют только там, отталкиваясь от воды, да? Поэтому да благословит Господь, чтобы мы во время служения могли, если идет молитва, мы могли входить, мы могли доверяться, мы могли исполняться Духом Святым. И, как было уже сказано, наши сердца преображаются. И этот духовный труд совершает благодать Божия. Я видел оленя, красив он и строен, и, кажется, очень собою доволен. Стоит он и ночью, и днем на поляне, к себе привлекая прохожих вниманием. Вблизи от подленя поток протекает, но только олень этот пить не желает. Вокруг перед ним и трава зеленеет, но он наклонить головы не умеет. И всякий охотник, кто ищет оленя, еще никогда не имел намерения стрелять вот в такого оленя, как этот, хотя он стоит и зимою, и летом. Иными словами скажу про оленя, он вовсе бездушен, без сердцебиения. Он есть отражение искусства простого и создан руками, как образ живого. Второй раз я видел другого оленя, заметна в нем жизнь и в глазах, и в движениях, и воду он пьет, и вкушает он пищу, и может скрываться, коль зверь его ищет. Теперь и того, и другого оленя возьмем как хороший урок для сравнения, как эти олени и люди так тоже, один на другого лишь внешне похожи. Мы видим людей на страницах Писания, упорных и грубых, В них сердце из камня, Ни пищи небесной они не вкушают, Ни вкуса воды животворной не знают. Хоть люди такие имеют и уши, Они не способны Писания слушать, Хоть зоркими всюду себя называют, Свет тьмою, а черное белым считают. Они, как обычно, и ноги имеют, Но только ходить за Христом не умеют, Их кровь искупителя не омывает, Таких мертвецами Господь называет. Другие подобны живому оленю, Они постоянно имеют стремление Напажить их жить, У воды находиться, Которая в слове Христовом струится. В сердцах способны надеяться, Верить, любить Иисуса, С Ним вместе вечерить. Знакомы им камни, долины и горы, Знакомы им также высоты Фавора. И вот за такими людьми ежечасно Следит сатана, как охотник опасный. Имеет он свойство всегда изменяться, То ангелам света, то зверям казаться. И тут-то нужны к христианам колени, Достаточно крепкие, как у оленя, Чтоб было удобно вперед простираться, На страже стоять, на молитву склоняться. Теперь же проверим себя в заключении, Похожи ли мы на живого оленя, Ведь можно хорошим казаться снаружи, А сердце иметь, словно камень бездушный. Когда Бог близок на душе покой, Свет благодати льется незимой. Я поднимаю к небесам глаза И прославляю небесного Отца. Там в небесах ангелов слышно пенье, Бог мой скала, Бог мое утешенье, Утешенье жаждет душа, Те сладкие мгновенья. Когда сойдет с чудных небес Вдохновенье, вдохновенье, Там в небесах ангелов слышно пенье, Бог мой скала, Бог мое утешенье, Утешенье жаждет душа, Те сладкие мгновенья. Когда сойдет с чудных небес Вдохновенье, Сколько сомнений На земном пути, Сколько волнений, Сколько суеты, Только с Иисуса Мне легко идти, В нем мое счастье, Надежды и мечты. Там в небесах ангелов слышно пенье, Бог мой скала, Бог мое утешенье, Утешенье жаждет душа, Те сладкие мгновенья. Когда сойдет с чудных небес Вдохновенье, вдохновенье, Там в небесах ангелов слышно пенье, Бог мой скала, Бог мое утешенье, Утешенье жаждет душа, Те сладкие мгновенья. Когда сойдет с чудных небес Вдохновенье, Когда Бог близок На душе покой, Свет благодати Льется неземной. Я поднимаю к небесам глаза И прославляю небесного Отца. Пол жизни прошло, словно ветер унес Ее, как и не было вовсе, Пусть небо прольет На меня поздний дождь, Мы здесь на земле просто гости. Душа развернулась, Ей хочется слез, Язык онемел, в сердце камень. Кто ищет, однажды найдет, Стучащему в дверь отворя. Сады отцветут, костры догорят, А солнце над нами взойдет. Мой Бог, я тебя никогда не искал, А если бы даже иначе, Никому не поверил, Если б кто-то сказал, Простишь меня, я был незрячий, Я хлеба искал, Ты мне слово послал, Теперь это хлеб мой насущный. И небо вдруг стало другим, И сердце мое полотеным, Глаза мне открыл, И жизнь подарил, И новую песню вложил. Кто ищет, однажды найдет, Стучащему в дверь отворя. Сады отцветут, костры догорят, А солнце над нами взойдет. Слава нашему Господу! Я очень рад этой возможности Вместе благодарить Бога И поклоняться Ему своими сердцами. И еще, друзья, Вот это я не знаю, как в других странах, Но вот в России Как-то Бог особым образом Напоминает нам уже детям Божьим, Народу Божьему, Напоминает нам очень глубокие истины Того благословения, которое Он нам дал, Как своим детям в Новом Завете. Слава нашему Господу! И, казалось бы, мы понимаем, Что мы поклоняемся не дню, Мы поклоняемся не празднику, Мы поклоняемся Богу. И вот этими событиями, Которым принято среди людей Обозначать определенными датами И говорит, что это праздник, Вот. Они способствовали всегда, И сам Бог давал какие-то установления Израиля О праздновании, допустим, Пасхи, Праздники Кущи, Там Пятидесятницы и так далее. Все служило, эти праздники, для того, Чтобы осуществлять особый духовный подъем В Божьем народе. Слава Господу! Но никак не поводом для какой-то праздности, А тем более для лишения себя трезвости. Ни в коем случае. Святой Бог никак не мог к этому дать повода И никогда этому не учил бы людей. Но всегда обозначал эти праздники Для духовного подъема народа Божьего, Укрепления веры, вдохновения Дальше продолжать служить живому Богу. Слава Господу! И сегодня мы, размышляя с вами, Смотрим, конечно же, Дело не в каких-то формах проруби, Конечно, не в холодной воде, Ну, конечно же, не в каких-то очередях За какой-то водой там и так далее. Думаю, как легко, Когда вижу вот эти очереди, Столпотворения, Знаете, думаю, Как легко удается дьяволу Обмануть людей какой-то ложью, Замотать ее в какую-то обертку На христианскую тему, Подсунуть людям, И они с радостью это все берут И думают, что это какая-то польза От этой воды. Я думаю, ну, я как по специальности Своей водопроводчик, То я знаю, что толку никакого нет В этой воде для наших сердец. А Бог взял нас с вами для того, Что и дал Евангелие, И дал Слово, Чтобы оно могло сделать нас Способными поклоняться Богу В духе и в истине. Слава Господу! Никакой здесь водопроводной H2O Не сделаешь это. Хоть ты замойся, Хоть застирайся. Один раз брат Иван говорил, Кузьмин, Когда проходили сам пропускник, Где-то там долго были они в зоне, Где вот радиация повышенная. И после этого, конечно, Нужно отмываться очень сильно. Такие вот условия на нашем производстве, Которые где в нашем городе расположены. И нужно было отмываться, Пока эти датчики проходной Не сработают, Что на тебе уровень радиации, Уже все, можешь идти домой. Вот они, говорит, Приходилось несколько циклов Этого шорканья делать. Думаешь, сейчас кожа уже с тебя слезет. А эти датчики все трень-трень-трень-трень показывают. Думаешь, ну что делать? Им приходилось делать маневры, Которым я вслух не буду говорить И идти домой. Иначе им нужно было жить там на комбинате, И больше никогда оттуда не выходить. Но, друзья, у воды нету свойства, У воды нету свойства. Омыть наши сердца, Омыть наше сознание. Вот сколько угодно ее пей. Смотря на какие-то баннеры там Или распространители этой воды, Тебе два литра в день надо. Другой два мало, Три, пять пей в день. Толку не будет для твоего сердца. А Иисус хочет иметь общение С нашим существом, С нашей личностью, С нашим сердцем. Слава нашему Господу. И здесь вот эта вода вообще ни при чем. И когда мы говорим с вами о крещении, Мы размышляем, И брат Олег привел уже это место Из священного писания, Которое говорит нам, Что это обещание Богу доброй совести. Меня остальная информация мало интересует. Это библейское учение. Учение, которое пришло от самого Бога к людям, О значении водного крещения. Другие остальные, Меня просто не интересует, Это все, что не связано с Богом. А это то, что Бог обозначил. И сказал водное крещение, Это значит обещание мне от вас, Возрожденных свыше, Служение, поклонение и жизнь в доброй совести. Откуда ты взялась во мне, добрая совесть? Я перелистал Ветхий Завет, Смотрел внимательно, Находя там все, что сказано о совести. Нет такого понятия. Нет такого понятия. Откуда взялось? Значит, от Нового Завета. И вот мы видим, Что когда идет речь о рождении свыше, О том, что Иисус сказал Никодиму, Должно вам родиться свыше. Если кто из вас не родится свыше, Вообще никогда не увидит Царство Божьего. Не то, что он в него не попадет, Вообще даже не увидит. А тут еще мир предлагает множество обманов. Да какое там проблемы? Сколько стоит отпеть, запеть И отправить на тот свет, Чтобы стал святой вот этот пьяница и убийца? Каждый из вас приводит в памяти разную цифру, Которую когда-то ему сообщили, Прочитав прескурант в каких-то вот местах, Где эти вещи все совершают. И вот он беды столько понаделал, Столько горечи принес людям, От этого греха умер, А и родственникам говорят, Так вот столько дайте, нет проблем, Мы на лоб приклеим записку хорошую, И мы воткнем вскрещенные на мертвой груди руки Какую-нибудь штучку, там еще напишем, И все, в Царство Божье пускай едет. Слово Божье говорит, Если кто не родится свыше, Здесь, при жизни, Он никогда даже не увидит Царство Божьего. Даже никогда не увидит. И, к сожалению, Вот этой лжи, что за деньги можно что-то сделать, И тебе будет обеспечено, Масса, миллионы людей увлечены И верят этой лжи. Это сатанинская ложь, Здесь никакой правды нет. И ведутся на этом обмане, И угасают, Жалко, Тратят на это свои средства, И в неведении погибают. Когда Бог даром дал спасение Через Иисуса Христа, Через голговскую жертву своего Сына, Которого Он принес В жертву за наши с вами грехи. И когда человек верою Это принимает, Как величайшую драгоценность Для своей души, Раскаиваясь в своих грехах Всем сердцем перед Богом, Бог ему дает прощение И возрождает его Дух к вечной жизни. Аллилуйя! Слава Богу! Не надо денег платить, Не надо ждать, Не надо еще. Бог стучится и говорит, Я готов это дать. Возьми! Кто возьмет, тот и имеет. Кто уверовал слышанному от нас, Тому и открылась мышца Господня. Слава Господу! И вот, возлюбленный, Добрая совесть, Которая обретается, Я бы сказал так, Оживает в сердце человека, Когда он примиряется с Богом Через Иисуса Христа, Она начинает в нем действовать, Эта добрая совесть. Почему апостол Петр, Писав в своем послании, Я хочу опять прочитать, И это тоже место, Так и нас ныне подобное Этому образу крещения, Погружения, Ни плотской нечистоты омытия, Но обещание Богу доброй совести Спасает воскресением Иисуса Христа, Который вошед на небо, Пребывает одесную Бога, И которому покорились ангелы, Власти и силы. Слава Господу! Но вот человек, Обретя эту добрую совесть, Он уже стоит перед выбором, Пообещать ли Богу Жить оставшееся в этой жизни время И служить Ему, Руководствуясь этой доброй совестью, Или опять вернуться К той порочной совести, Сожженной совести, Которая тоже есть. Ведь оказывается, В нас, в людей всех, При сотворении, Бог вложил от Себя, От Своего могущества, Эту добрую совесть. Но она по причине катастрофы, Случившейся в Эдемском саду, Умерслена и не вызвана к действию. А человек формирует свою совесть Разной информацией, В которой он растет, Воспитывается, содержится, От того окружения, В котором он есть. И этой совестью руководствуется, Она в нем формируется. Он на этих внутренних весах Способен взвешивать. Это будет верно, А это будет неверно. Вот так поступлю, Так будет справедливо. А вот так нельзя, Так не годится. Некоторые говорят, Вот это преступник, У которого вообще нет совести. Я говорю, Слушай, я не согласен с этим. Вот спроси его, Он такие дела будет делать или нет, Там называй определенный. Он тебе скажет, Для меня стыдно. Но это выражение он скажет на своем языке, Что ему стыдно это делать. Значит, у него внутри какая-то есть весы, Которыми он взвешивает вес этого поступка, Мотив его и значимость его перед другими людьми И перед своим сознанием. И говорит, нет, я так не буду делать. Ему говорят, мы тебя изобьем тогда, Чтобы ты это сделал. Можете убить, но я так делать не буду. А поступок на весах священного писания, Которым он хочет поступить, На весах священного писания, В глазах Бога он мерзость. Но человек говорит, А у меня своя правда. Я их бил и буду бить. И он считает это справедливым, А Слово Божье говорит, Что это мерзость перед Богом. Убийство это грех. Но у него такая совесть. И у любого человека, возьми, Есть какие-то внутренние установки, Которыми он руководствуется в жизни, Как мотивы своих действий, Повод для своих поступков, Какие-то намерения там, Чтобы в жизни что-то двигать и так далее делать. И даже не понимает, Что в глазах Бога будет это верно или нет. А многие вещи считают справедливым. И вот поэтому Саша говорит, И мы с этим не рад встречались, Когда людям говоришь, Мы уже, как спасенные, Просвещенные Богом люди, Это его милость не наша заслуга, Говорим, слушай, Так все люди согрешили, Они лишены Божьей славы, Им всем нужно покаяться. Мне нет. Это Ваське вон тому надо. Он возле контейнера валяется И огрызками питается. Ему надо. А я добрая. Я кошек кормлю. Я вон собачек кормлю. Они голодные по подъездам смыкаются. А я им там принесу. Я добрая. Что, мне покаяния не надо? У меня все хорошо. Как свойственно человеку, Двигаясь своей порочной И прожженной совестью, Отгораживаться от Бога. Но только когда, Озарение Словом Божьим Истиной Священного Писания Озаряет наше сознание, Мы видим, какая это наша совесть. Куда я зарулил своими этими намерениями И своей совестью. И мы видим себя грешными перед Богом. Что тогда делать? Некоторые прячутся, И от этого яркого света Божьей истины Поворачиваются к нему спиной. А другие говорят, А где мне тогда спасение найти? Плачут. Сокрушаются сердцем, Этим старым сердцем. Сокрушаются. И говорят, Иисус, поменять меня можешь только Ты. И простить меня можешь только Ты. Сделай это, Я не умею. И приходит победа. Приходит прощение от Бога И освобождение от греховных ус. Они рушатся. А новая жизнь, Она начинает быть и развивается. Слава Господу. Слава Богу. И это не миф, друзья. Это то, что делает Бог. Написано, Павел пишет в послании к Оринфянам, Что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Озарил сердца наши Познанием славы Божьей во Христе и Иисусе. Слава Богу. Это Он повелел. И сказал так на небесах, Свет истины, Воссияй в тьме сердца Этой Зины, Зои, Паши, Гали, Вадима, Сережи и так далее. Воссияй. Они тебя ищут. И вот Он, этот свет Евангелия, Озарил наши сердца. И мы увидели, кто мы есть, Сокрушились перед Богом И приняли от Него спасение. Аллилуйя. Слава Богу. Но теперь, Приняв спасение, Которым, И теперь, Пробудив к жизни Добрую совесть в наших сердцах, Как мы уже поняли, Добрая совесть, Как и порочная, Она должна формироваться Под действием определенной информации. Вы согласны со мной или нет, друзья? Значит, она нуждает, Божий человек нуждается следующее. В воспитании. Под действием определенной информации. Если мы не будем себя Приводить к Слову Божьему, Если мы будем во время проповеди спать, Или сидеть в фойе болтать, На кастрюле там, На машине ходят на что, На свои переживания, Мы пропустим этот момент очень важный, Когда Бог, Действуя своей небесной, Святой информацией, Готов нашу добрую совесть Укрепить к жизни. Укрепить к жизни. И когда уйдем отсюда, С неизмененными сердцами, То рискуем попасть В такие проблемы, О которых я скажу чуть-чуть попозже. Итак, Когда человек не пропускает Этой возможности И приносит себя, Осознавая, Что его добрая совесть Постоянно нуждается В подкреплении от Бога. Постоянно нуждается В подпитке от Слова Божьего И от действия Духа Святого Через молитву. Он себя к этому приводит. Это жажда сердца. Иисус говорит, Кто жаждет, Об этом записал Иоанн, Иди ко мне и пей. И кто верит в меня, У того, как сказано в Писании, Из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о Духе Святом. Слава Господу! Слава Богу! И когда мы эту жажду сердца своего Приносим Богу, Он с избытком восполняет наши сердца Благодатью при действии Духа Святого. Слава Господу! Итак, вот это двойное, Совокупное воздействие Слова Божьего И действия благодати Через Дух Святой в молитве. Оно полноценно формирует И укрепляет нашего внутреннего человека, Нашу добрую совесть, Чтобы мы могли служить Богу. И теперь, когда мы познаем Условия Нового Завета, Которые Бог обозначил, Не люди придумали, А которые Бог обозначил. И спрашивает нас, Ты согласен мне служить на моих условиях? Мы вспоминаем с вами трудовой договор, Когда устраиваемся на работу? Ну, пенсионеров уже нет. Но они более отзывчиво кивают. Молодежь, когда устраиваетесь на работу, И заключаете с начальством договор, Там пишут ответственности сторон, да? И пошло. Должен прийти в такое время, Должен так, 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 инструмент содержать порядки, Выполнять поручения и так далее, так далее. Прочитал все. О, нет. А внизу там мелким таким шрифтом, Который через лупу надо смотреть, Где обязанности стороны работодателя. Работодатель обязуется там Своевременно оплачивать ваш труд там и так далее. Даже лупы большой не хватает. Думаешь, нет, я с таким трудовым договором не согласен. Пошел и нашел договор для себя приемлемый. Так вот, если человек, Узнав о условиях Бога, Говорит, я с таким Новым Заветом согласен. Я с такими условиями Бога согласен. Поэтому Иисус, посылая учеников, говорит, Идите, научите все народы, Уча их соблюдать то, что я заповедал вам, Крестья их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Он говорит, сначала научите. Люди пусть узнают, им откройте. И если они, поняв, увидев, согласятся, Крестите их, погружая их в познание Триединого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Слава Господу! Если они, научившись, согласятся, Пусть живут. Им служат Богу. И тут наступает еще одна очередь. Когда человек, вступив в завет с Господом, Встает перед выбором в определенных ситуациях, Продолжать ли оставаться твердо На тех позициях, которые Бог вложил в меня Через свое откровение, через свое учение. Или под натиском нужды, Под натиском каких-то трудностей Включить заднюю, ну, простите меня за такое выражение, Сдать назад. Сдать назад, Слово Божье называет отступление. Называет отступление. Мы помним с вами из второго послания Фессалоникийцам, где Павел говорит, Что не придет прежде Христос, Прежде того, как придет отступление, И откроется человек греха, сын погибели. Отступление – одно из смыслов этого слова, А перевести внимание с основного на второстепенное. И вот когда под натиском какой-то нужды, Какой-то трудности, Человек не взывает к Богу С просьбой Укрепи мою добрую совесть. Но оставляя этот зов, Ему стыдно, Почему-то начинает взывать к Богу, Он начинает гордиться, Идет на поводу своего тщеславия. Буду я еще просить. Я лучше выкручусь как-нибудь. Он отступает назад И отодвигает добрую совесть на второй план. Павел пишет Тимофею в первом послании. Я читаю с 18 стиха. «Предпадаю тебе, сын мой Тимофей, Сообразно с бывшими о тебе пророчествами, Такое завещание, Чтобы ты воинствовал согласно с ними, Как добрый воин, Имея веру и добрую совесть, Которую некоторые, отвергнувши, Потерпели кораблекрушение в вере». Возлюбленные, Они отодвинули раз, Отодвинули два, Отодвинули три добрую совесть. Бог видя, что они двигаются В опасном направлении, Они изменили курс, Который Бог дал их судну, Их вере. И начали опасно приближаться к берегу Земной греховной жизни. Начинает их предупреждать, Сигнализировать, Ты слишком далеко отклонился от курса, Вот тебе говорит через это Слово Божье, Вот тебе говорит пророк, Вот тебе говорит священник, Вот тебе говорит проповедник, Ты уклонился опасно, Ты слишком близко приблизился к берегу, Ты можешь потерпеть аварию. Нет, Я лучше знаю. Проповедники, Вы ошибаетесь, Священники, Тоже можете ошибаться, Пророки, Вы тоже можете что-то перепутать, Я лучше знаю. Бабах, Готово. Этого, Этого Берют на замечание, Потом отлучают от церкви, И потом смотришь, Он К великому сожалению, Я готов об этих фактах заплакать. Он еще поступает хуже мирян. Думаешь, в чем дело? Так не бывает, Чтобы вдруг внезапно что-то произошло. Оно всегда сеется, Зреет, Оно набирает обороты, А потом только выражается В поступки и дела. И Бог говорит, Они отвергли добрую совесть. Я их возродил свыше. Я им дал. Я им все дал. Они стали ее отодвигать. В своей совести Говорили, Нет, Я так не буду, Прощать не буду, Мириться не буду, Снисходить не буду, Смиряться не буду. Я буду твердо, Я круче поступлю. Кораблекрушение в вере. Я просматривал недавно Новости И вспомнил один факт. Он произошел именно Почти что день в день Через сто лет После крушения Этого круизного лайнера Титаника, Который потерпел кораблекрушение В 1912 году В январе месяце. Проходит Сто лет Буквально там До дней И терпит Крушение У берегов Италии В Средиземном море Круизный лайнер Коста-Конкорде Но если На Титанике Было 2400 человек И только 711 спасли То на Коста-Конкорде Было 4234 человека 11 из них Погибли 20 человек Пропали без вести И до сих пор Не знает Что с ними Получилось Капитан корабля Который совершал Этот круизный рейс Он опасно Приблизился К берегу Чтобы Какой-то Лучше может быть Эффект Пережили Эмоциональные Пассажиры И могли Прямо с борта Этого красавца Лайнера Поприветствовать Тех Которые находятся На берегу И на карте Которой Он руководствовался Не были обозначены Подводные камни Рифы Они называются И получил Пробойную Длиной 70 метров В своем корпусе Через некоторое время После столкновения С камнями Он еще По инерции Прошел Сделал такую Как дугу И возле берега Лег на На Борт Началась паника Люди кто-то Получили тяжелые увечья Потому что там было Много Людей Желающих Поотдыхать Кто на инвалидных Колясках Кто престарелый Кто как И он Быстро очень От этого Удара Это все Произошло И Хорошо что Еще случилось Это Напротив Какого-то Селения На берегу Люди Которые Увидели Что такая Катастрофа Произошла Они Приглажили Все Свои Старания Чтобы помочь Этим людям Спастись С этого Лайнера Вовремя Им дали Теплую Одежду Тут же Прилетели Вертолеты Начали Сильно Побитых Поломанных Людей Эвакуировать Чтобы оказать Им быстро Медицинскую Помощь Но Кораблекрушение Уже Совершилось 70 метров Длиной Пробоина Наполняется Мгновенно Водой Корпус И там Что-то Сделать Уже Невозможно 11 лет Не судья Я просто говорю Вот смотрите Какой факт 11 лет Стажа Этого Капитана Это Красавец Лайнер Он стоит Огромные Деньги Очень хорошо Был Насыщен И обеспечен Все это Навигационным Оборудованием Системами Безопасности И так далее И Мог продолжать Длительное Путешествие Чтобы люди Здесь чувствовали Себя Очень комфортно В нем Но Все это Рухнуло Дорогая душа Бог в тебя Возродив Свыше Очень много Вложил И многим Тебя Очень наполнил Своей истиной Своей любовью Откровением Неба Ангелов Послал Сонмы Чтобы служить Тебе Обеспечил Всю твою жизнь Апостол Петр Говорит Мы обильно Все имеем Для жизни И для благочестия Он сделал Тебя Причастником Своего Естества Это Богатство И наследие Которое Человеческий язык Не в состоянии Объяснить И если Все это По твоей причине Потерпит Кораблекрушение Будет Большая Вина Перед Богом О как Жаждет Он Твою душу Лишить Этого Столкновения С грехом О как Жаждет Он Избавить Поставить На правильный Курс И дальше Дать тебе Силы Продолжать Плавание В этом Море Не погибая А усовершаясь Боге Но прими Его благодать Но прими Его условия Но согласись С Богом Рокеремия Видя что Народ Божий Имеет Это упорство В отступлении От Бога Он Взывал К Богу И плакал Перед Ним Говорил Кто дал бы мне Воды Моей голове И глазам Моим Потоки Слез Я плакал бы О дочери Израиля Он знал Что этими Слезами Молитвы Может быть Вызвана Великая Сила Способна Изменить Грешные Серца Того Народа Который Бог Назвал Своим Народом И он Говорит Пророчески Исполнившись Духом Святым Я читаю В 6 главе 16 стиха Так говорит Господь Остановитесь На путях Ваших Рассмотрите Расспросите О путях Древних Где путь Добрый И идите По нему И найдете Покой Душам Вашим Но они Сказали Не пойдем Бог Говорит Остановитесь Рассмотрите Расспросите Сегодня уже Говорилось Спросите Вам Дано Будет Стучите Вам Отворят Отворяют И дают Тем Кто Настойчиво Просит Но они Сказали Не пойдем Он говорит Дальше Поставил Я стражей Над вами Сказал Слушайте Звук Отрубы Но они Сказали Не будем Слушать Бог Возбуждает Духом Святым Сказать Истину Пророков Проповедников Истину Способствующую К спасению Избавлению К исцелению Но они Говорят Не будем Слушать И Бог Говорит Слушай Земля Вот я Приведу На народ Этот пагубу Плод Помыслов Их Ибо Они Слов Моих Не слушали И закон Мой Отвергли Бог Знал Что в их Сердцах Давно Зреют Помыслы Противные Богу А от Слова Божье Написано Судит Намерение Сердечный Проникает До составов И мозгов Все Бог знает Но Он Говорит Оставь Эти помыслы Они тебя Погубят Но человек Говорит Не буду Оставлять Перемени Свои мысли Не буду Слушать Бог Говорит Смотри Эти помыслы Я попущу И они Станут Реальностью Твоей жизни И это Для тебя Будет Ужасом И пагубой Расстанься С ними Пока Они еще Только Помыслы Расстанься С ними Через Покаяние Я готов Изменить Образ Твоих Мыслей Я помогу Тебе Сегодня говорил Сотворил небо И землю И сберег тебя До этой Жизненной Минуты Неужели Не знает Что в твоем Сердце Но он Хочет Лишить тебя Худых Помыслов Он Хочет Твою Добрую Совесть Возбудить Вновь К жизни Укрепить И отвердить Чтобы ты Служил Богу И имел Радость От этого Аллилуйя Слава Господу Принеси Богу Своё Сердце Верь Иисус Говорит Об этом Записано В третьей Главе Книги Откровений 20 стихом Стою У двери И стучу И кто Услышит Голос Мой И отворит Дверь К тому Войду Буду Вечерить С ним Брат Серёжа Нам уже Об этом Наполнил Слава Господу Осталось Немного Открыть Дверь Для Иисуса Благословит Господь Каждую Душу И кто Видит Что сегодня Бог Ему Помогая Даёт Покаяние Поднимите Свою Руку Согласитесь С Богом Выйдите Сюда Мы за вас Помолимся Кто Сегодня Хочет Примириться С Богом Обновить Своё Покаяние Принести Богу Свою Побитую Добрую Совесть Чтобы Он Её Исцелил Обновил И укрепил Поднимите Свою Руку Выходите Сюда Мы будем За вас Молиться Мы будем За вас Молиться Слава Господу Иди Людмила Сюда Не стесняйся Ещё Идите Выходите